1 апреля РГСУ отметил сразу два торжества. Начался день с поздравления с днём рождения почётного президента РГСУ, ректора-основателя и действительного члена Российской академии наук Василия Ивановича Жукова. Второе торжественное мероприятие, открытие галереи ПАНО, прошло в фойе главного корпуса РГСУ на улице Вильгельма Пика. Открыл экспозицию лично Василий Иванович Жуков. Совокупность идей, её разделяют очень многие специалисты нашего университета, но сама картинная галерея, она, конечно, выполнена одним из самых талантливых художников современности. Вот Святослав давно сотрудничает с нами, он написал целью галерею академиков Российской академии наук, крупнейших учёных современности. Теперь за студентами РГСУ ежедневно будут наблюдать исторические личности, борцы за социальные права россиян. Кто будет изображён на ПАНО, решал Василий Иванович. Воплотить задумку доверили университетскому художнику Святославу Гуляеву. От идей до реализации проекта у мастера ушло два года. «Сложность представляла из себя то, что они, естественно, монументальные, большие, и прежде чем сделать каждого персонажа, нужно было обратить внимание на его историю, на его биографию, на все мелочи, детали, чтобы каждая деталь не была случайной». На ПАНО изображены люди, которые сыграли историческую роль в российском образовании и защите социальных прав россиян. К примеру, императрица Мария Фёдоровна попечительствовала женскому патриотическому обществу, Обществу спасения на водах, возглавляла созданные ею учебные заведения, воспитательные дома, приюты для обездоленных и беззащитных детей, богодельни и Российское общество Красного Креста. Михаил Ломоносов также представлен на ПАНО как символ науки и просвещения России. Михаил Васильевич отставил права низшего русского сословия на образование в гимназии и Московском университете. Император Пётр I был защитником обездоленных, в частности, изменил положение женщин в русском обществе и запретил насильственную выдачу замуж. А советский педагог и писатель Антон Макаренко, известный своим произведением «Педагогическая поэма», разработал методику организации воспитательного процесса, заботился о беспризорниках. Выбор на эти личности пал не случайно. В РГС учреждены высшие награды – медали имени Петра I и императрицы Марии Фёдоровны. Самая высокая награда нашего университета – «За благородные труды». Именуется золотой знак имени Петра Великого «За благородные труды». Но за социальное служение, вторая наша награда, и золотая, и серебряная, они связаны с деятельностью, с восприятием результатов деятельности этой удивительной женщины Марии Фёдоровны. Поэтому это золотая и серебряная медаль за социальное служение имени императрицы Марии Фёдоровны. Дата открытия выставки «Панно» не случайно выпала на 1 апреля. По словам художника Святослава Гуляева, он старался завершить картины ко дню рождения ректора-основателя РГСУ. И это стало отличным подарком для университета. Наталья Грожанина, Дмитрий Самошкин, Святослав Поляев. Пресс-служба РГСУ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова